добрый день дорогие друзья сегодня хочу начать цикл роликов посвященные растениям которые находятся у меня фитофильтре сегодня мы поговорим о папоротнике этот папоротник я купила в магазине совсем маленьким мы видим за несколько месяцев он довольно таки хорошо у меня подрос вот у него были такие совсем наверху да вот такие вот маленькие листочки а теперь у него стали довольно таки длинные выросли листья растение себя чувствует очень хорошо это растение очень благолюбивая как она растет тропических влажных лесах она очень любит опрыскивание опрыскиваю я его несколько раз в неделю по желанию как есть настроение так я его опрыскиваю хочу немножечко рассказать о полезных свойствах этого растения это растение очень хорошо подойдет сонливым вялым быстро утомляющимся людям нефролепсис будет незаменимым другом повышающим иммунитет растение отлично поглощает электромагнитные вредные излучения находясь около монитора компьютера или телевизора считается что тот вид папоротника расположенный над вредной энергетической зоной может впитать часть неблагополучной до человеческого от организма энергия есть много разных видов папоротников но именно этот вид папоротника нефролепсис самый неприхотливый его легче всего выращивать этому растению нужна высокая влажность воздуха и поэтому он хорошо и подходит для фитофильтра если вы увидите что кончики листья папоротника становятся бурыми значит ему не хватает влаги значит надо его почаще опрыскивать это растение предпочитает полутень или рассеянный свет но этот это освещение которое у меня поставлено ему тоже очень хорошо подходит раз она хорошо растет при этом освещение при посадке растения фитофильтр до воды доставать должны только корни иначе она может подгнивать для фитофильтра это идеальное растение в следующем видео мы поговорим о дефенбахе до свидания до новых встреч